Здравствуйте! С вами снова Данил Букреев. И у меня в руках новая посылка. Здесь кожаный кошелек за 8 долларов 80 центов. В принципе, посылка пришла довольно быстро. Давайте с вами посмотрим, проанализируем, откроем посылку и увидим же, какой кошелек все-таки. Достоин ли он своей цены? На этот раз я уже взял ножницы, чтобы не ковырять посылку ножом. Вот так вот он запакован. Не понимаю, как его... О, вот такой пакетик завернут. В бумажечку. И вот такой вот кошелек. Какое-то колечко. Я не знаю, это бонус или запасная деталь от кошелька. Продавец положил какое-то колечко. Вот кошелек. Выглядит очень приятно изнутри. Снаружи он такой, сделанный как бы зебра. Но на ощупь у меня тяжело сказать, что это кожа. Запах у него, в принципе, пахнет он кожей. Вот такой вот кошелек. 8 долларов 80 центов. Он достойно выглядит. Мне даже нравится. Ну, неплохой кошелек. Вот отделение. Два отделения. Одно побольше, другое поменьше. Такие отделения для визитных карточек, например. Или для каких-то визиток или карточек любых других от банков, от чего угодно. И еще здесь такие отделения. Можно сюда фотографию влепить. В принципе, он не на заклепке, ни на чем. Просто кошелек. Интересно мне всегда было, для чего вот эти отверстия. Когда заказывали, меня тоже спрашивали, не знаю ли я. Но я не знаю. И интересно, если вы знаете, можете поделиться со мной. Это интересно. Ну, в принципе, вот такая вот вещь. За 8 долларов выглядит очень достойно. На ощупь приятный, легкий. И думаю, что удобный. Можно попробовать засунуть купюры в него. Мне кажется, что, по крайней мере, украинские деньги. 500 гривен. Я даже не знаю. Наверное, влезут. Нет у меня с собой 500 гривен. Отделения для мелочи нету. Ну, вот, в принципе, довольно удобно. Не сильно глубоко. Ну, насчет 500 гривен, только я не уверен. Вот такой вот кошелек. Ссылку на продавца вы можете найти, как всегда, под видео. С вами был, как всегда, Данил Букреев. Впереди еще куча посылок. Подписывайтесь на мой канал. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok